Единственная в мире женщина-летчик, да еще и штурмовик на военно-морском флоте. Это все о жительнице города Орехово-Зуево, Шулайкиной Лидии Ивановне. В ее честь названа одна из улиц города и установлен памятный мемориал. Те, кто лично знал Лидию Ивановну, помнят, что она очень любила летать и петь. До войны играла в театре. Посмотреть, как она исполняет арию Татьяны в опере Евгений Онегин, приходили не только горожане, но и приезжие из ближайших деревень. Лидия Шулайкина родилась в Орехово-Зуеве, окончила аэроклуб и вместе с мужем работала в Грузинской СССР на гражданском воздушном флоте. Но пришла война. Мужа забрали в 41-м. В 42-м из Сталинграда пришла похоронка. Лидия Шулайкина решает стать военным летчиком. Два года ей отказывали. В 44-м она добилась своего. Попала в штурмовое авиаполк ВВС Балтийского флота. Сначала Лидии Шулайкиной доверяли только разведывательные полеты. Но уже совсем скоро она пересела за штурвал штурмовика Ил-2. Совершила 38 боевых вылетов, потопила три транспорта и сторожевой корабль, одну шаланду врага. В некоторых источниках упоминается и подбитый ею эсминец. В 45-м был подписан приказ о присвоении ей звания Героя Советского Союза, но он был утерян. Лидия Ивановна узнала о высоком звании только за два года до смерти. В 93-м ей вручили медаль Героя СССР. В ее честь в родном городе Орехово-Зуево назвали улицу и установили мемориальную доску.